Допрошены 100 с лишним человек, собраны 100 мешков доказательств. Расследованием занимаются десятки следователей, прокуроры и эксперты строительной отрасли. Шеф госполиции обещает, все люди, которые допустили преступную халатность или осознанные нарушения, предстанут перед судом. Рассказывает Сергей Герасимов. Бездействие, попустительство, умышленные действия или любая другая причина трагического обрушения здания Максима в Золитуде будет установлена. И каждый виновный сядет на скамью подсудимых, заявили сегодня в госполиции. Идут четвертые сутки после трагедии и результаты работы полиции следующие. Допрошено более сотни человек. В качестве вещественных доказательств изъяты строительные конструкции, образцы бетона и металла, более 100 мешков. Общим весом в несколько тонн. Несмотря на это, арестов по делу пока не было. Мы можем думать, кто и как, но мы не можем так думать по уголовному процессу. Мы должны знать, мы должны предъявлять обвинение лицам за конкретные действия. Ни следователей, ни прокуроров с образованием строительного инженера в правоохранительных органах нет. Поэтому ответить на вопросы следствия должны будут эксперты из Рижского технического университета. И хотя премьер-министр Валдейс Домбровский сегодня и призвал привлечь экспертов из-за рубежа, делать этого пока не спешат. Конечно, это лишь призыв привлечь к делу международных экспертов. Ведь делать это нужно юридически корректно. В соответствии с уголовным процессом решение о посторонней помощи принимает исключительно руководитель процесса. И нарушать это правило мы не можем. Ведь в противном случае этот факт может быть использован второй стороной для своей защиты. Кто будет второй обвиняемой стороной в этом деле, пока говорить слишком рано. Однако в Генпрокуратуре настаивают на том, что и наши местные эксперты достаточно компетентны в строительных вопросах. В обществе, в средствах массовой информации очень широко распространяется мнение, что все технические эксперты коррумпированы, заинтересованы. В нашем распоряжении такого объективной информации нет. Потому не надо распространять того, что нет. Если у кого-то есть эти сведения, пожалуйста, предоставляйте. Если следствие решит, что заключения, предоставленные экспертами РТУ на поставленные вопросы, не отвечают, то помощи за рубежа вполне могут попросить. Отметим, что у строительной компании Рейнре, которая и строила ту самую максимум, существует соглашение с Рижским техническим университетом, согласно которому студенты РТУ могут стажироваться в Рейнре. Не повлияет ли это на объективность оценки деятельности строительной компании, в самом РТУ говорят нет. Ведь подобные соглашения университет заключил и со многими другими строительными компаниями. И несмотря на это, премьер сегодня уже заявил, что Рейнре стоит на время отказаться от участия в государственных конкурсах. Задержанных по делу еще нет, так как пока непонятно, кого и за что задерживать. Впрочем, этот вопрос ответственные службы обязательно обещали решить. И сказали, что виновные будут наказаны. А вот на вопрос, должен ли кто-то взять политическую ответственность за произошедшее, сам премьер Валдис Домбровскис так и не ответил. Сказал лишь, что ответственность правительства заключается в том, чтобы подобного не повторилось впредь. В госполиции сегодня также развеяли опасения, что дело о трагической гибели 54-х человек спустят на тормозах, и всю ответственность возложат на одного, двух рабочих или строителей. Ведь результат любой работы кто-то проверяет, принимает и подписывает соответствующие бумаги, завел начальник госполиции. Предположительно, следствие по делу займет несколько месяцев. У полиции по-прежнему три версии произошедшего. Ошибка при проектировании, при строительстве магазина или при озеленительных работах на крыше. Обещают выяснить, и почему в магазине срабатывала пожарная сигнализация, а людей не эвакуировали. Сергей Герасимов, Валтер ЗЛЧ, Латвийское телевидение.